Здравствуйте, дорогие друзья! Нетипичная тема про нарциссов. Почему-то мало психологов говорят об этой проблеме, но она существует. Если ваши сотрудники, ваши подчиненные обладают нарциссическими расстройствами личности, так иногда бывает, есть определенные коллективы, куда они случайным образом или под влиянием какой-то маркетинговой схемы, еще чего-то попадает много нарциссов. И они сразу, вы чувствуете, что вам, будучи на своей руководящей должности, вы как бы главный, вы босс, но вам очень некомфортно с этими людьми, и вы чувствуете постоянные заговоры какие-то, понимаете, вам нехорошо. Это могут быть и насмешки какие-то за спиной, и слухи, и все что угодно. И, соответственно, возникает вопрос, что делать? Во-первых, нужно вычислить, кто из них является непосредственно нарциссом. Тестировать можно, соответственно, лучше всего, поцелая кого-то к ним, каких-то новеньких людей, может быть, взять, соответственно, на работу человека, если есть возможность, попросить его носить с собой диктофон, и, соответственно, какие-то вычленять вещи, да, когда они непосредственно, допустим, просто попросить вот этого новичка, иди проведи ему экскурсию. Да, и нарцисс должен быть как бы в курсе, что он по статусу выше этого новичка, да, и вот когда он начнет его там поучать или в чем-то унижать, или подсмеиваться, мы можем видеть, что присутствует, да, возвышение над другим человеком, нарциссическая акцентуация вполне в этом ситуации может быть. Можно прослушивать их кабинет, соответственно, и будет по разговору тоже понятно. Чтобы понять, в чем заключается само нарциссическое расстройство личности, если вы не знаете, смотрите мой перевод DSM, который я делал с Монгом, вот, и, соответственно, что с ними делать? От нарциссов надо избавляться. Не надо же в бизнесе, не надо в работе, не надо, так скажем, в делах, жалеть для этого средств, денег, надо увольнять, надо прощаться, ну, если есть такая возможность, нужно этого человека убирать, а если такой возможности нет, нужно сделать, обеспечить ситуацию абсолютного контроля над человеком. Нарциссы, они понимают, когда они в такую ловушку попадают, нарциссы прекрасно понимают, когда они попадают под эпилептоиды или под шантаж какой-то, они прекрасно умеют, у них есть чувство угрозы, очень хорошо развитая, поэтому они будут слушаться, если будет чего, так скажем, бояться и опасаться. Дорогие друзья, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, если вам интересна данная тема, пишите мне в комментариях, да пребудет с вами здоровье, я вас всех жду на своих онлайн консультациях.